Здравствуйте! В эфире город С и Татьяна Дмитриева. Дети и дорожно-транспортные происшествия, где таится скрытая опасность и с чего начинается безопасность. Об этом говорим сегодня в нашей студии начальник отдела по делам несовершеннолетних средневолжского линейного управления МВД России на транспорте Алла Нечесова и начальник отдела пропаганды УГИ БДД Самарской области Оксана Кузнецова. Ваши вопросы задавайте по телефону 202 11 22, звоните. Здравствуйте, Алла Альбертовна Оксана Александровна. Добрый вечер. Ну вообще, когда речь идет о происшествиях, связанных с детьми, когда дети становятся участниками, это всегда страшно и ответственность сложится прежде всего на взрослых. Даже если ребенок сам виноват. Вот скажите, пожалуйста, с чего нужно начинать, даже может быть с какого возраста, учить ребенка безопасности на дороге? Вот кажется элементарно, но, наверное, даже не все об этом знают. Ну, если позволите, коллеги, я, наверное, отвечу на этот вопрос. Мы, в общем-то, достаточно много на эту тему беседуем и с родителями, и с педагогами в школах при проведении занятий. В общем-то, неоднократно говорили о том, что учить ребенка нужно, практически нужно с пеленок. То есть, ну, как минимум с момента, когда ребенок начинает ходить в детский сад, когда он начинает понимать, воспринимать. И, в общем-то, ни для кого не сказать, что дети, они как губка, они полностью впитывают и копируют поведение взрослых. Поэтому, чем раньше ребенку научают, родители начинают объяснять навыки безопасного поведения на дороге, навыки безопасного жизни самоопределения, тем это будет лучше. В общем-то, поможет в дальнейшем детей уберечь от каких бы то ни было опасностей, в том числе и на дорогах, когда они станут участниками дорожного движения. А вообще количество вот таких происшествий с участием детей увеличивается или уменьшается? Ну, к сожалению, у нас вот по итогам 11 месяцев ситуация стала достаточно стабильной. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, мы практически вышли в ноль. У нас вот за 11 месяцев текущего года на территории Самарской области произошло 426 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 детей, к сожалению, погибли и 456 детей получили ранения различной степени тяжести. В общем, практически эти цифры аналогичны периоду прошлого года. То есть, в общем-то, ситуация более-менее стабильна, но тем не менее 9 потерянных жизней, они, в общем-то, тоже достаточно серьезные показатели, заставляют о многом задуматься. Алла Альбертовна, вот из вашей практики уже каких случаев больше всего, вот когда дети становятся участниками дорожно-транспортных происшествий? Вот если рейтинг такой вот негативный составить, где чаще всего? Ну, все, наверное, вспоминают прошлый год, когда у нас был просто обвал детских смертей на железной дороге. У нас погибло и групповые были такие вот случаи, когда дети попали под электричку четверо подростков. Двое, совсем маленький, ребеночка двух лет не было, за маму побежал. В основном, когда дети, нет за ними присмотра, происходит с ними. В основном, это каникулярное время у нас, когда дети предоставлены сами себе. И что характерно, вот вы знаете, как под копирку вот это происходит. Основное, что переход путей в неустановленном месте и гуляние по путям в наушниках. Где-то 90% несчастных случаев с детьми у нас происходит, идут вдоль железной дороги, идут по путям, именно в наушниках, ничего не слышат, ничего не видят. А я вот слышала, было уже обсуждение, что нужно запретить детям, по-моему, даже и взрослым ходить в наушниках. Вот на какой стадии это есть сегодня? Это вот обсуждается тема вообще? Эта тема обсуждается, эта тема всегда поднимается у нас. Потому что, действительно, человек не может услышать звук приближающегося поезда, приближающегося автомобиля, когда он идет в наушник. Он выбегает неожиданно на переход. Вот сегодня молодежи повально ходят. Вот сейчас смотришь, вот каждый второй, если не каждый, ходит вот в наушниках. И особенно сейчас будут школьные каникулы, у студентов будут каникулы, у них будет много свободного времени. Идут, особенно те, кто живет вблизи железной дороги, все, встали на рельсы, пошли рядышком, пошли по рельсам, и они не услышат. И вот у нас постоянно вот именно вот такие несчастные случаи происходят. То есть после того, как вот с четырьмя детьми и подростками произошел тот трагический случай, и еще повторяются такие же случаи, получается, да? У нас в этом году произошло два несчастных случая с детьми. Один как раз вот шел в наушниках, второй мальчик неожиданно выскочил из-за поезда. То есть неправильно переходил. Да, он бежал в наушниках, не слышал, выбежал из-за состава и попал под костюм. Да, ну здесь, конечно, и роль еще родителей. Да, роль родителей. Которым вот нужно, наверное, детям своим сказать, что не ходите хотя бы вот в пределах железной дороги и дороги, да, вот в наушниках этих. Я глубоко уверена, что все несчастья с детьми, они происходят или из-за халатности взрослых, или из-за равнодушия взрослых. Понимаете, и халатность, в чем заключается, не объяснили, не показали. Вот коллега сказал, да, правильно, надо начинать буквально с пеленок, обучать детей безопасности. Но своим примером, детям это должны прививать вообще вот практически с молодых ногтей. Мы идем с ребенком, допустим, в детский сад, мама должна говорить, вот здесь переход, здесь светофор. На какой свет мы переходим? Или железнодорожный путь. Мы как перейдем? Мы пойдем по пешеходному переходу, по пешеходному мосту. Или мы пойдем по настилу. Должно оговаривать и показывать. У нас как подчас бывает? Вот честно скажу случай. Мама, где-то девочка у нее лет 16, девочка кричит, не дурно, мамочка, остановись. А мамочка кричит, пойдем скорее, а то сейчас поездаем и тут застрянем. То есть несется и тащит девчонку за собой. И были у нас случаи, когда взрослый папа перебегает на своих длинных ногах через пути, а ребенок сзади волочится и ребенку отрезает ноги. Согласитесь, трагедия такая, что это наказать себя и ребенка на всю оставшуюся жизнь. То есть своим поведением мы должны детей воспитывать, именно сами совершать правильные поступки. Вот еще бабушки с внуками тоже частый случай, к сожалению, когда пожилые люди переводят с собой внуков. Просто нужно, как бы хотелось тоже еще дополнить, нужно понимать, что дорога, она любая дорога, это место должно быть там, где у человека, у взрослого или у ребенка должно быть предельно сконцентрировано внимание, должно быть четкое понимание и ощущение осознания возможной опасности. Та ситуация, которая происходит сейчас, связана с наездами на пешеходах. У нас, к сожалению, увеличилось, особенно в последнее время, вот если мы говорим о детской травматизме на дорогах в крупных городах, в ноябре месяце у нас очень большой рост ДТП, именно связанных с наездами на пешеходах, на пешеходных переходах. Это говорит о чем? О том, что, к сожалению, пешеходы не знают своих правил, не знают правил дорожного движения, которые регламентируют им убедиться в том, что транспортное средство остановилось, в том, что водитель их видит, и в том, что пешеходный переход, и переход проезжей части безопасен. Очень часто бывает ДТП, когда сбивают двоих пешеходов, это мама и ребенок. То есть мама совершенно уверена в том, что она идет по земле, она правила дорожного движения не нарушает, и она уверенно шагает и идет совершенно прямо. В этом случае водители же нарушают правила дорожного движения, если они... Есть пункт правил 4.5, там, где прописаны права и обязанности пешеходов. Пешеход обязан убедиться в безопасности перехода проезжей части в том, что водитель транспортного средства успеет остановиться и затормозить. Есть поговорка, которая может быть достаточно жесткой. Пешеход всегда прав, но он не всегда жив. Нужно убедиться, что транспортное средство способно остановиться. Тем более сейчас, к сожалению, в условиях приближающейся зимы, в условиях скользкого и мокрого дорожного покрытия увеличивается тормозной путь автомобиля, увеличиваются, в общем-то, может быть, и скоростные режимы движения автомобиля. И происходят дорожно-транспортные происшествия, которые именно происходят в зоне действия пешеходных переходов. То есть водители отреагируют не успевают. Вот очень важная вещь, вы сказали, на которую не каждый обращает внимание, обязанность пешеходов убедиться. Конечно, мы об этом, к сожалению, пешеходы об этом не помнят. Увидел дорожку перед собой и пошел, не глядя. А зачастую именно так и происходит. Капюшон, наушники, и совершенно уверенно мы идем, то есть я прав. Но нужно понимать, что своя жизнь подвергается опасности. К нам уже поступают первые вопросы от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22, звоните, еще есть время. Ирина Михайловна сообщает, мы ходим в школу номер 108, Бубнова-10. Вдоль обочины там стоят газели, трактора. А детям невозможно переходить дорогу. Может, светофор мигающий или зебру там поставить? Или вместе? Такая же ситуация около парка Гагарина. Ну, вы знаете, вот комментировать данную конкретную ситуацию достаточно сложно. Очень много поступает предложений от жителей, в первую очередь, города Самары и, в общем-то, других городов Самарской области, именно предложений по организации дорожного движения. Но мы должны четко себе понимать, что, во-первых, светофорные объекты, лежачие полицейские, которые тем или иным образом стимулируют и дисциплинируют водителей, они в любом случае устанавливаются соответствующими требованиями действующих ГОСТов, норм и стандартов. Наличие светофорного объекта, наличие лежачего полицейского, искусственных неровностей, как они называются правильно, оно, конечно, стимулирует водителей, но не является обязательным гарантом безопасности перехода проезжей части пешеходами. И в таких крупных городах, как Самара, увеличение количества вот таких вот объектов уличной дорожной сети, оно будет сдерживать скоростной поток транспортного средства и приводить к пробковым и заторовым ситуациям. Поэтому, если вот не говорить о непосредственном случае предложения установки светофорного объекта, нужно понимать, может быть, там рядом есть пешеходные переходы. Зачастую у нас поступают такие предложения, когда пешеходы просто ленятся дойти до ближайшего пешеходного перехода. Но на протяжении, скажем так, на удаленности 100 и 200 метров пешеходные переходы делать просто невозможно. Это, в общем-то, ни к чему хорошему с точки зрения организации осторожного движения не приведет. Следующее сообщение тоже связано со школой. Школа 78. Эта школа ограничена двумя улицами, и взрослому там даже сложно ходить, не говоря уже про детей. Анатолий Леонидович, вот есть же специальные требования пришкольных вот таких вот переходов, да, вот к школе, когда дети переходят. Вот почему там даже взрослому сложно ходить? Нет, но опять, это достаточно как бы конкретный случай, в общем-то, сложно, наверное, в режиме прямого эфира давать какие-либо комментарии по организации дорожного движения около школьных объектов. Вот, поэтому здесь каждый конкретный случай нужно рассматривать, в общем-то, по нему давать ответы. Ну, в общем-то, я могу сказать с определенной долей уверенности, что все вопросы, которые сейчас поступают, в том числе и по организации дорожного движения около школ, в общем-то, на все эти вопросы мы обязательно дадим полно развернутые ответы, и что, в общем-то, наши слушатели, вернее, наши зрители остались полностью имя удовлетворены. Мы уже перешли к сезонности, у каждого сезона своя специфика, да, вот при дорожно-транспортном движении. Вот я хотела, чтобы Алла Альбертовна рассказала, сейчас, наверное, будут массовые проводиться перевозки детей на каникулах, да, группами куда-то, даже в другие города. Вот на что нужно обращать внимание? И я хочу, знаете, что вас попросить еще сказать, потому что в предварительном разговоре вы мне сказали интересную деталь, на которую, может, не все обращают внимание, что у ребенка может поменяться документ. Если он сегодня там, с детства рождения, то послезавтра ему исполняется 14, и он уже получает паспорт, и в поезд его, наверное, уже не сажают. Да, получается детская трагедия. На что обращать внимание и родителям, и дети? Последний пример. Мальчишка, восьмиклассник, покупают билеты заранее, родительский комитет, едут они в Москву на экскурсию, дети из сельской местности, в состоянии эйфории, радостные, довольные, счастливые. Но мальчишка накануне выезда получает паспорт, ему исполняется 14 лет. Паспорт вручают ему в торжественной обстановке, то есть он довольно счастливый приходит в поезд и гордо вручает паспорт. В поезд его не сажают. Согласно железнодорожному регламенту, в поезд сажают по тому документу, по которому куплен билет. И получилась вот такая трагедия, что группа уехала, а ребенок остался. Представьте состояние ребенка, состояние родителей. То есть, коль уж едет организованная детская группа, и, скажем так, собираются они самостийно, то есть как-то они договариваются там с какими-то не очень известными фирмами, хотя бы должны в железнодорожном вокзале, в кассах, где продают билеты для детских групп специализированных, уточнить правила, как мы проезжаем. Были у нас такие случаи, когда группу не посадили из, допустим, Питера в Нижний Новгород. Дети как-то сумели сесть в Нижний Новгород по ксерокопиям, свидетельствам о рождении. Нельзя, по ксерокопиям нас не сажают. То есть должен быть подлинник документа, должен быть подлинник школьной справки, что ребенок является учащимся школы. И руководителю поездки, как правило, это учитель школы или, может быть, член родительского комитета, они обращаются в какие-то фирмы. Непременно надо уточнить, как это осуществляется, как происходит посадка-высадка, к кому обратиться. То есть каждую группу, которая заявит о себе, мы инструктируем перед выездом. То есть мы беседуем о том, как себя надо вести. Мы следим за посадкой детей. Мы даем телетайпограмму по всему участку следования, чтобы данную группу отслеживали в пути следования. То есть подходит сотрудник полиции к начальнику поезда, к проводнику и спрашивает, какие-то проблемы есть, ничего плохого не происходит, нет. То есть это и ночью, и днем происходит. Не обязательно мы будем подходить, там детей расспрашивать. Они могут спать, отдыхать. Но эта группа будет отслеживаться по всей стране, как она едет. Вот сейчас очень много детей поедет в Москву. У нас будет кремлевская елка, у нас будут елки в Кремле, они почти весь январь идти. Много детей поет в Санкт-Петербург, дети поет в Волгоград, у нас специальная программа, это же год победы, юбилей победы. Много детей поет в Южный регион. Поэтому, уважаемые родители, прежде чем отправить ребенка, вы должны проконсультироваться. Старшие группы должны четко знать, вы должны свериться документы. Не надо раздавать всем детям документы. Вот у старшего группы документ, вот школьные справки. И тут же я хочу еще один нюанс сказать, он не очень приятный. Вот у нас до сих пор в производстве уголовные дела есть, заведены, знаете, по какому поводу? Ну, добрые, в кавычках, сотрудники школы дают справку ребенку, какому-то бывшему учащемуся. А ему, оказывается, уже лет 17-18, он уже давно не учится в этой школе. И возбуждается уголовное дело, он едет по поддельным документам. То же самое, когда поедет детская группа, не надо рисковать. Не надо сажать хороших бывших учеников или знакомых, или знакомых-знакомых каких-то детей. Ну, закон есть закон, его должны все выполнять. Положено ребенку ехать по справке со скидкой, положено ехать по свидетельству о рождении. Значит, надо закон соблюдать, чтобы у ребенка в пути следования никаких нюансов не произошло. Представьте, как это будет, если его ссадят с поезда. Да, конечно. Вот сегодня у нас такой случай произошел. Да, сегодня у нас 17-летнего подростка сняли с поезда. Он купил билет по паспорту брата, сел в Багруслане, но сумел только до Абдулина доехать. 40 минут он ехал только. Он был снят с поезда. Понятно. Вот я с интересным таким понятием познакомилась. Скрытая опасность. И это, наверное, тоже носит сезонный характер. Вот что это такое в отношении как раз опасности на дороге? Какие скрытые опасности существуют? Скрытая опасность – это, в первую очередь, опять возвращаясь к теме перехода проезжей части. Скрытая опасность – это когда ребенок, в первую очередь, конечно, касается достаточно маленьких детей, детей младшей возрастной группы. Здесь, в общем-то, достаточно много аспектов, которые должны знать и педагоги, и родители. Во-первых, скрытая опасность. Ребенок не понимает, что транспортное средство не может остановиться мгновенно. Даже переходя дворовый проезд, находясь на прогулке, переходя проезжую часть, малооживленную, с малоинтенсивным движением, ребенок не может оценить расстояние до приближающегося транспортного средства. Ребенок не может хотя бы примерно предвидеть, как транспортное средство с какой скоростью движется, и как быстро транспортное средство может остановиться. То есть в сознании маленьких детей, в силу их психофизиологических особенностей, ребенок играет с машинкой, он понимает, он ее катает по столу, он ее остановил. И точно так же ребенок, если ему не рассказали взрослые, не научили его, он также, скорее всего, в его понимании, он думает, что и машина, которая едет по дороге, также сможет быстро остановить, когда его увидит водитель. В общем-то, об этом нужно говорить обязательно. И скрытая опасность, так называемые дорожные ловушки, это когда ребенок выходит из-за припаркованного транспортного средства, из-за стоящего маршрутного транспортного средства. Мы давно уже говорим о том, что устаревшая методика обучения детей перехода проезжей части на остановку общественного транспорта, в общем-то, она сейчас немножко приобретает другие, скажем так, понятия. Если мы раньше говорили, что транспортное средство нужно обходить автобус там сзади, трамвай спереди, то сейчас, в общем-то, эти установки в корне неправильны. Ребенку нужно четко объяснять, чтобы он понимал, что переходить проезжую часть, если ребенку нужно перейти на противоположную сторону дороги, если он вышел из транспортного средства, если в зоне шаговой доступности нет пешеходного перехода или светофорного объекта, переходить проезжую часть можно только после того, как маршрутное транспортное средство уедет. То есть у ребенка будет полностью открыт обзор, полностью, чтобы ребенок видел. Опять же, стоит сказать о том, что зачастую происходит наезды на детей, как я уже говорила, в дворовых проездах, когда ребенок выходит из арки. Это, в общем-то, летом наезды на велосипедистов, зимой, ну, когда ребенок является пешеходом. То есть он не понимает, что транспортное средство может, в общем-то, неожиданно появиться. И, в общем-то, вот такие вот моменты тоже с детьми нужно постоянно проговаривать. Тем более, в общем-то, хотелось бы тоже обратиться к родителям, пользуясь, в общем-то, предоставленной трибуной возможностью. Мы в настоящий момент подготовим небольшие методические рекомендации, в первую очередь для родителей, вот именно об этих скрытых ловушках, об основных проблемах, об основных типичных случаях, когда дети становятся, к сожалению, участниками дорожно-транспортных происшествий. Все эти методические рекомендации, вот так называемые тематические планы конспектов, будут размещены на сайте Министерства образования и науки Самарской области, где, в общем-то, в достаточно простой доступной форме все расписано, как нужно с ребенком разговаривать, как нужно объяснять его элементарным нормам обучения на дороге, простым доступным языком и, в общем-то, родителям тоже, в общем-то, будет неплохо вот эти правила для себя освежить, в общем-то, своим ребенком, своим ребенком вот все вот это обсудить. Еще одна такая специфика сезона – это то, что рано темнеет, и утром темно, а вечером уж подавно, очень рано темно. Вот и недавно говорили о светоотражающих элементах, которые как бы должны быть обязательны. Вот в этом отношении что-то уже приняли или какие-то требования? Нужно нам все-таки детям одевать или не надо? Особенно для тех детей, которые живут рядом с объектами транспорта и в школу ходят через дорогу, вдоль дороги, совместно с сотрудниками железной дороги, с ОАО РЖД, значит, мы сделали светоотражающие значки, съемные. То есть каждому ребенку по два значка мы выдаем. Вот у нас было совместное мероприятие с ГИБДД. Мы именно провели с ними, с детьми, профилактическую работу именно с младших классов. И каждому ребенку по два значка. Хочет на ранец оденеть, хочет на курточку оденеть. То есть это детям интересно и действительно их видно. Действительно они светоотражающие эти значки. Детям нравится. Родители, я считаю, что прониклись этой проблемой. Ну и кроме того, действительно, что детей надо заинтересовать. Вот также у нас буклеты красочные для маленьких у нас мультфильмы, для среднего звена комиксы в виде яролаши сняты. И наглядные раскраски, комиксы и книжки, стихи в стиле огни и борту для маленьких детей. Это им интересно. Но я считаю, что никакие затраты не оправдают смерть ребенка. Нам надо, чтобы несчастных случаев не было и искоренить их любым путем. Поэтому я считаю, что действительно вкладывать большие средства в такую пропаганду обязательно надо. Ну вот, а если самим родителям где-то можно приобрести вот такие значки светоотражающие? Ну, могут обратиться к нам. У нас есть. Мы заказали много. Вот в начальной школе все, что живет у нас вблизи железной дороги, мы всем раздали. У нас все дети получили. Особенно железнодорожный район. В Куйбышевском районе мы раздали. На Крежу, вот железнодорожный, все дети имеют подвозначки. Да это актуально даже не только по железной дороге. Использование свето-возвращающих элементов при движении в темное время суток вне населенных пунктов, оно в настоящий момент законодательно скоплено правилами дорожного движения. И пешеходы при движении, как я уже сказала, в темное время суток вне населенных пунктов должны данные элементы обязательно использовать на одежде. В настоящий момент по линии госавтоинспекции ведется очень активная профилактическая разъяснительная работа именно по использованию данных элементов на одежде, в том числе и с детьми. И если вы говорили, где их можно приобрести, они продаются в достаточно большом количестве в разнообразных гипермаркетах, там, где продают скан с товара, продаются в книжных магазинах. И в настоящий момент у нас запланированы на федеральном уровне достаточно большие профилактические мероприятия с почтой России. И данные свето-возвращающие элементы можно будет приобрести также на почте России и использовать их при движении по дорогам. Следующий вопрос от Александра. Если нет такого постановления, почему машины стоят на газонах? Среднесадовая 3. Ну, вот эта проблема, конечно, может быть, тоже каким-то образом связана с безопасностью или нет, если машина на газонах? Ну, во-первых, транспортное средство, которое стоит в нарушении на газонах, оно, в общем-то, наносит, конечно, и экологический вред, и, в общем-то, загрязняет проезжую часть, потому что, к сожалению, ни для кого не секрет, что транспортное средство, особенно вот в настоящий, в осенний период, когда достаточно, скажем так, слякотная погода, когда водители, ну, нерадивые, наверное, водители, не понимающие, какой они урон наносят, и, в общем-то, вред жителям и своим же согражданам заезжают на газоны, потом эта грязь разносится по проезжей части. Ну, к сожалению, в общем-то, функции госавтоинспекции не входит в привлечение к ответственности водителей, которые в нарушении паркуются на газонах. Это, в общем-то, компетенция городской администрации, поэтому по всем таким моментам нужно нападаться в район администрации, в органы местного самоуправления для привлечения данных водителей к административной ответственности. Вот еще один такой сезонный аспект. Дети начинают, ну, сейчас пока нет снега, хотя уже декабрь, использовать санки, лыжи, коньки. Вот это как-то с безопасностью на дорогах связано, или это вот как-то отдельная тема? Или тоже могут происходить трагические случаи? Могут происходить трагические случаи, особенно в эти железнодорожные насыпи, особенно вот в сельской местности. То есть там специальных горок нету, у нас все-таки есть парки, есть какие-то скверы, где строятся. А вдоль железной высокая насыпь. И бывали случаи, что дети катаются с этой насыпи, вот именно на лыжах, именно на санках. То есть мы проводим комиссионные обследования данных участков. В обязательном порядке сразу мы сигнализируем, пишем представление. И, кстати, сказать, что администрация нам сразу дает навстречу. То есть вот такие горки самостейные, такие вот объекты сразу удаляются. Ну и стараются действительно детям где-то сделать место для отдыха подальше от железной дороги. И вот я еще хочу сказать, мы же вот за безопасность детей отвечаем не только на железной дороге, но еще и на водном транспорте. Вот скоро застынут реки. И я хочу обратиться опять же и к родителям, и к детям. Хождение по льду можно только там, где разрешено, и с определенного момента. У нас происходят несчастные случаи зимой и на водоемах. То есть дети выбегают, смотрят, заглядывают в эти лунки. У нас бывают промоины на Волге, не всегда она быстро застывает. То есть здесь тоже таится большая опасность. Поэтому хочу обратиться. Именно вот дети, которые проживают в центральных районах, в Приволжском микрорайоне, Волга рядом. И очень интересно выйти и посмотреть на лед. То есть родителям объяснить еще раз, поговорить с детьми, что у нас есть места переходов. То есть на ту сторону надо переехать, у нас есть судно на воздушной подушке. Пожалуйста, это не возбраняется. Но самому и одному гулять по застывшему льду ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что помощь здесь не придет быстро. И еще один аспект, который мы не затронули. Дети, пассажиры. Тоже же участники ДТП в каких-то случаях становятся? И здесь на что внимание родителям обращать нужно? 49% всех дорожно-транспортных происшествий с участием ДТП происходят с участием детей пассажиров. И если мы говорим, когда ребенок страдает ДТП в качестве пешехода, мы здесь можем сказать, что ребенка не научили. Ребенок где-то сам в силу своего возраста где-то нарушил, либо не знает правила дорожного движения. Но если ребенок посадал в салоне автомобиля, здесь однозначно полностью вина взрослого человека. Поэтому использование пассивных средств детской безопасности это обязательно законодательно закрепленное требование. И игнорирование данным требований зачастую приводит к достаточно тяжелым последствиям. Потому что ДТП, которые происходят, когда ребенок, либо взрослый человек в салоне автомобиля не пристегнут ремнем безопасности, либо не используют детское удерживающее устройство, тяжесть последствий возрастает многократно. Особенно опасным является перевозка совсем маленьких детей на руках взрослого человека. Люди не понимают, что при даже небольшом, незначительном столкновении вес ребенка увеличивается многократно. Взрослый человек просто может ребенка раздавить собственным телом, собственным весом. И когда водители, находясь за льдом транспортного средства, при проведении профилактической работы, при проведении надзорной деятельности по линии госавтоинспекции, разговаривают с водителями, почему водитель нарушает правила дорожного движения, почему он не использует детские кресла, детские адаптеры. Водители, в общем-то, отвечают, что ездят недалеко, не нарушают правила дорожного движения, и, в общем-то, я аккуратно, и ничего ни со мной, ни с моим ребенком не произойдет. Опять же, по статистике, подавляющее большинство ДТП, в которых страдают дети, происходит практически в шаговой удаленности от дома. То есть даже на небольших расстояниях, при небольших поездках, в общем-то, к сожалению, по статистике, опять проводя анализ, у нас дети страдают. И даже если водитель полностью уверен в том, что он ведет транспортные средства без нарушения ПДД, соблюдает скоростной режим, правила маневрирования, нужно не забывать о том, что, в общем-то, на дороге есть и другие водители-нарушители, что несчастье может произойти, и, в общем-то, не по вашей вине, а потом цена будет очень дорогой. Поэтому использование этих детских удерживающих устройств обязательно. А вот с какого возраста их нужно использовать? Возраста ребенка? С рождения ребенка. С рождения? С рождения. Есть специальные автолюрики, автокресла, которые адаптированы под разный возраст. Конечно. Это, опять же... Но это наказуемо для водителя, если он не использует... Административный штраф по части 3 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях. Административный штраф в размере 3000 рублей. Достаточно дорогое удовольствие, но, тем не менее, в общем-то, жизнь и здоровье ребенка, мне кажется, ни с каким штрафом не соизмерим. В любом случае, приобретение, в общем-то, и существует рынок, скажем так, уже поддержанных автокресел. Существуют какие-то интернет-магазины, которые позволяют обмениваться данными устройствами. Поэтому пренебрегать этим ни в коем случае нельзя. И надо сказать, что в общем и целом, конечно, у нас стали более законопослушные родители-водители, но, тем не менее, вот статистика о том, что 49% ДТП с участием детей и пассажиров, ну, в общем-то, об этом тоже стоит призадуматься. И у нас остается буквально минутка, вот, Алла Альбертовна, совет накануне вот таких длительных каникул все-таки, вот от такой основной, из вашей практики исходя. Обязательно. И в школах мы придем, проведем классные часы. На родительских собраниях мы еще раз напомним о том, как надо себя вести. И, ну, как сказать, прежде чем ребенок вышел откуда-то, это вот как вот реклама есть, ты шапку одел, напомните ребенку, ты знаешь, как себя вести надо на улице, ты понимаешь, что у тебя жизнь одна, что ты у нас единственный любимый, сколько бы у нас детей ни было, каждый ребенок нам дорог. И постоянно ребенку говорите о безопасности. То есть от родителей, конечно, зависит. Да, все зависит. Очень много. Нужно говорить с ребенком и постоянно, да, вот это не помешает постоянно-постоянно, вот если говорить, что ребенок будет отмахиваться. Да ну нет, вы понимаете как? Говорить к месту и своим примером показывать, самое главное. Ну что ж, наше время подошло к концу. Спасибо большое за то, что пришли. Еще раз поговорили о таком важном деле, о безопасности. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин